Сирота Месси Брамбл выросла на легендах о морских чудовищах. Ее родители погибли в сражении с монстрами, что оставило болезненный отпечаток на всю жизнь. Главная мечта девочки – отправиться в путешествие на пиратском корабле вместе со знаменитым капитаном Крау. И такой шанс выпадает, только взрослый мир оказывается совсем не таким, как на рисунках в детских книжках. Это сказка о противостоянии пиратов и чудовищ. О том, каким получился мультфильм «Морской монстр», узнаете из нашего обзора. «Морской монстр» – один из самых значимых для Netflix анимационных проектов года. Это не только очередная попытка угнаться за заветной статуэткой «Оскар», но и шаг к созданию собственной анимационной франшизы. В центре сюжета стоит многовековой конфликт между пиратами и морскими чудовищами, во многом вдохновленный популярной серии «Как приручить дракона». Сходство между вселенными заключается не только в похожих концепциях, но и в центральных персонажах. Именно подростку предстоит раскрыть старшему поколению глаза на тайны окружающего мира и помочь понять, что чудища вовсе не такие страшные, как кажется на первый взгляд. Мультфильм Netflix является и первым сольным проектом для молодого, но уже зарекомендовавшего себя режиссера Криса Уильямса, автора таких фильмов, как «Моана» и «Город героев». Своеобразный контроль качества поставила площадка перед автором, ранее работавшим в основном в командах вместе с мэтрами жанра. Новые задачи включали в себя – создать уникальный анимационный мир и крепкое социальное высказывание, способное конкурировать с работами Дисней на ближайших премиях. «Морской монстр» сохраняет основную сюжетную особенность предыдущей работы Криса. Ракурс повествования опять направлен на подростка, мечты которого в один день становятся реальностью. Попадание Мэйси на пиратский корабль путем обмана команды – лишь начало пути, девочке предстоит познать тайны окружающего мира и донести простые истины до взрослых, которые не могут отойти от консервативных убеждений. Не поменялся и жанр картины, перед нами вновь сказка, чьи события воспринимать всерьез довольно сложно. Если вы не готовы принять тот факт, что юная леди, впервые попавшая на судно, смогла изменить представление заядлых пиратов о водном мире, то морской монстр грозит стать разочарованием. Пиратский корабль становится для ребенка сироты настоящим домом, местом, где обитают герои ее любимых историй. Здесь она встречает еще одного сироту, взрослого мужчину Джейкоба, который провел большую часть жизни в море. Наличие двух персонажей, лишившихся родственников в далеком детстве, помогает создателям исследовать различия оптик двух поколений. События воспринимаются героями по-разному, мир, казавшийся в детстве девочке однозначным и черно-белым, наполняется красками. Герои легенд оказываются вовсе не идолами, а обычными людьми со своими внутренними демонами. Центральной темой нового проекта Netflix становится проблема истребления представителей флоры и фауны. Через образы морских чудовищ авторы доносят до зрителей важность сохранения экологии нашей планеты и жизни ее обитателей. Критика увлечений, завязанных на истреблении животных, сопровождается путешествием по местам охоты. Кладбище на морском дне и тропический остров с редкими животными, которые хотят колонизировать люди, являются иллюстрациями одной из важнейших проблем сегодня. Уничтожение фауны и океана лежит на совести пиратских банд, атакующих чудовищ. На судне, куда попала девочка, такой экспедиции командует капитан Кроу, бравый моряк, посвятивший большую часть жизни погоне за самым большим монстром. Эволюция технологий становится преградой для пирата. Королевство намекает отважному разбойнику, что его время закончилось, ведь теперь монстров можно ловить без человеческих потерь. Отказываясь от использования явных антагонистов, создатели намеренно подчеркивают образ Кроу, амбиции человека становятся преградой для его команды. Капитан, уверенный в том, что новое поколение рано или поздно заменит стариков, становится перед главным выбором в жизни. Может ли человек выкладываться по полной и так и не достигнуть желаемого? Сложно ли посвятить жизнь одному делу и получить минимальный выхлоп? Многие вопросы так и останутся без ответа, оставляя пробоины на борту драматургии. Борьба между человеком и морскими монстрами возникает не случайно, поводом служит недостоверность информации. Служащие короны постоянно переписывают книги о приключениях пиратов и перевирают факты. Морские волки по инерции пытаются истребить чудовищ, потому что так делали предыдущее поколение, что на деле не несет ничего, кроме потерь. Морской монстр все же не обошелся без гуманистической интонации и рассуждений об устройстве семьи. Джейкоб и Мэйси, пытаясь адаптироваться к новой для себя реальности, находят общий язык, сироты сближаются на почве лживого восприятия окружающими мира чудовищ. Утрата родственников в прошлом стала общей травмой. Вполне логично, что именно им предстоит не допустить еще больших жертв с обеих сторон. Новый проект стриминга страдает от той же проблемы, что и предыдущая работа режиссера. Жанр картины подразумевает идеализацию центральных героев вне зависимости от их поступков. Это в конечном счете и мешает воспринимать морского монстра целостно. Ряд социальных высказываний сменяется сюжетными условностями, непременно ведущими к хэппи-энду.